Привет! С вами Виконста. Сегодня мы солим сало. Прикупил я вот таких три небольших кусочка и сегодня мы будем их засаливать. А, шкурочка пахнет селом! У меня под предыдущим видеороликом скопилось очень много комментариев по поводу того, почему ты говоришь пахнет селом. Знаете, вот когда свинью смалят, вот после этого остается вот такой приятный запах либо соломы, либо мешковины. Ну, смотря кто чем смалит. Вот после вот этих запахов остается послевкусие приятное. А то, что вы покупаете в супермаркетах, в магазинах обычных, вы такое не купите. Это все покупалось у нас на рынке. В общем, рецепт простой. Кусочка три я взял для того, чтобы засолить. Время засолки трое суток. По ингредиентам. Соль обычная, желательно брать крупную соль. Лавровый лист, душистый перец и чесночок. И вот такое вот сольцо у нас, я думаю, получится просто обалденное. Поэтому сразу же поставь лайк, если ты любишь сало. Но если нет, в любом случае поставь, мне будет приятно. Ну, а тебе, конечно же, будет интересно посмотреть, что в итоге у нас получится. Кот, тут как тут. Милка, ты оценила уже сало? А ну, возьми понюхай. Пахнет. Да, видите, как пахнет соломкой. Сало нарезаем небольшими кусочками. То есть, буквально по 10-12 сантиметров. Чтобы оно было по частям разделано. Ну, либо на равные части. Небольшие. Для того, чтобы немножко лучше просаливалось. И все кладем в миску. Миску лучше брать металлическую. Пластиковая посуда нежелательна для такой засолки. Вот, видите, такая вот небольшая прослойка мяса. Но смотрите, если вы берете сало с хорошими прослойками мяса, то ему нужно будет немножко подольше давать настояться. Так как в любом случае, когда вы будете брать кусочек, оно немножко похуже будет жеваться, чем с маленькими прослойками мяса. Так как мясо в любом случае будет не так просаливаться, как сало. И третий кусочек нарезаем одинаковыми пропорциями. Все, сало порезали. Теперь, что мы делаем? Берем по кусочку и делаем вот такие вот надрезы. Видите, раз надрез и два надреза. Практически до шкурки. Чтобы такой промежуток был. И на каждом кусочке проделываем такие же операции. Это вы уже догадались, наверное, для чего я делаю. Не зря у нас стоят здесь куча ингредиентов. И вот так вот по кусочку мы разделываем. Рецептов засолки сала очень много. Поэтому у кого есть какие-то другие варианты, либо вы солите по-другому, обязательно пишите. Будем прислушиваться к вашему мнению. Может, у нас появятся тут одинаковые рецепты. И в итоге мы будем делиться разными результатами. Конечно, сало есть сало. Как бы его не засаливали. Это сухой способ засолки. Есть с помощью рассола. Ну, с рассолом я не люблю возиться. Хотя, периодически я делаю. Такие засолки, чтобы немножко разнообразить рацион. И последний кусочек. Теперь, что мы делаем. Берем лавровый лист. Такие вот кусочки. Не обязательно, чтобы он был ровный. И вот так надламываем. И засовываем в эти промежутки. Раз. Сильно много не увлекаемся. В любом случае, лавровый лист нам придаст только пикантность. А если сильно много не попадет в эти прорези сала, то ничего страшного не будет. И вот так все, в принципе, по-простому закладываем. Этот рецепт я использую уже давным-давно. И он мне очень нравится. Хотя, многие вообще не любят лавровый лист. ни в борще, ни в других блюдах. А я люблю. Ну, я делюсь своим результатом. Соответственно, право, такое у меня и есть. Вы, конечно, можете уже смотреть сами. Нравится вам такой вариант или нет. И еще выкладываем сюда пару кусочков. Вот так разламываем и вставляем. Потом, конечно, после того, как сало просолится, мы это все будем вытаскивать. Видеоролик у нас называется засолка сала. Ну, а соответственно, кому интересно, что в итоге получилось, я выставлю отдельный результат сообщества в группе на YouTube. Все. Теперь у нас сало Вики готово. Теперь, что мы делаем. Берем душистый перец. Именно горошек. Необычный черный. Вот так выкладываем на стол. И потом вот так вот отдалим. Чтобы он просто полопался. Если мы положим просто его вместе с салом, то никакого результата он особо не принесет. Вот некоторые остались. Вот сейчас крошим его. Так, блин, какой запах обалденный. Теперь обратно выкладываем все сало, чтобы оно здесь не мешалось. И с помощью нехитрых операций мы укладываем вот так на низ кусочки. И засыпаем вот так сало сверху этим перцем. Этот перец даст определенный вкус. для сала. Ну, так, в принципе, будет достаточно. Все. Теперь берем соль и поочередно, по рядам засыпаем. Ничего сложного нет. Я знаю, что многие сало покупают с витрины. То есть уже засоленное. Ну, я вам так скажу. В любом случае, то, что вы купите, оно будет не такое свежее, если вы сами приготовили. И вот, давайте теперь начинаем засыпать по новой. Со всех сторон обволакиваем. соль мелкая здесь не нужна, только крупная. Видите, на центре самой миски есть кусочки соли. И мы их вот так разделываем и засыпаем. И все, у нас остается еще один ряд. Высыпаем остатки перца на сало. И вот еще пару кусочков мы сюда засунем. Остался у нас один ингредиент, это чеснок. Вот сюда тоже. Пачка дырявая с этой стороны. И вот порассыпал немного соли. Ну, ничего страшного. Сейчас мы все соберем. Пойдет на производство. Остальное вытянем. Теперь, что мы делаем? Берем чеснок, кладем его на стол. И вот так раздавливаем, чтобы поделить на зубочки. Видите, он как распасовывается сразу. Раз, два. И чистить не нужно. И просто и очень быстро его можно разделать. Я думаю, вот так чеснока будет достаточно. Этот не до конца раздавился. Все. Блин, какой запах обалденный. Теперь, что мы делаем? Нарезаем небольшими кусочками. на досточки. И сейчас будем все это дело засовывать опять в эти промежутки. Раз, два, и так далее. Какая красота получается. Вы только гляньте. Блин, а запах плохо не передает камера. Я вот сколько раз сало не покупаю и постоянно получаются разные вкусы. А в принципе, как и готовка. Варишь, к примеру, больше, суп. Вроде бы ингредиенты одни и те же, а в итоге разные получаются вкусы. С чем это связано, я не знаю. И вот вставляем в остатке сала чеснок. Я не знаю, знали вы такой рецепт или нет, но теперь узнаете. И обязательно попробуйте. Если у вас есть кусочек сала, либо недалеко от вас рынок, в котором можете купить этот уникальный продукт, то обязательно попробуйте и сделайте. Все. Складываем все назад. И будем ждать теперь трое суток, чтобы оно просолилось. Ну и на завершение видео у нас Милка здесь пришла оценить засолку сала. уже облизываются. Я думаю, ей тоже понравится. В общем, ставим сало на трое суток в холодильник. После этого счищаем соль, убираем перец и чеснок. После этого кладем это сало в морозилку буквально на 3-4 часа, чтобы оно немножко схватилось. И после этого нарезаем уже на кусочки, как вам нравится. В общем, ребята, если вам понравился такой рецепт, обязательно на стол палец вверх. Если ты не подписан на мой канал, обязательно подпишись. Спасибо, что просмотрели этот видеоролик. С вами был Виконста. Увидимся. Пока. Ну и на завершение вам вот такая красота. Пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова